Здравствуйте наши друзья, подписчики и гости канала Family Hobby. Сегодняшнее видео о пересадке крупнолистной гортензии. Если вы ее выращиваете, так как и мы в горшках. Большинство нашей коллекции мы выращиваем в контейнерах, в горшках. И всего лишь некоторые сорта, в которых мы уже уверены, которые испытаны зимами, холодными, неблагоприятными условиями, мы выращиваем в открытом грунте. Этих сортов у нас тоже немало, 16 кустов уже высажены, благополучно растут. Итак, часто задаваемые вопросы. Гортензия крупнолистная. Любят маленькие горшки или большие? Гортензия крупнолистная. Но по факту, когда ее нужно вообще пересаживать? Когда нужно менять горшок? И какой? При пересадке нужно менять весь грунт? Или можно только чуть-чуть верхний слой грунта снять и поменять? Итак, давайте сначала я вам покажу, в каких случаях крупнолистную гортензию... Ну, в общем, это не только касается гортензии, это касается любого растения, выращиваемого в контейнере. Нужно менять, когда нужно, ему нужно менять и расширять контейнер. Ну вот, посмотрите. Корни очень хорошо оплелись земляной ком. Видите, как плотненько, вот донышко. И растения, растению дальше расти уже некуда. Пора менять контейнер. Нужно подсыпать немного земли и заменить контейнер на больший. При пересадке рекомендуется немножко повредить какими-нибудь грабельками или вилочкой корневую систему по кругу кома и также донышко. Но в моем случае это не нужно делать, потому как у меня вот все корешки белые. Я слежу, чтобы корешки не старели и не окукливались. То есть, чтобы не образовался такой корж, оплетенный из старых корней. Если же, конечно, вы купили крупнолистную гортензию в горшке, это импортное растение, скорее всего, достаньте его и обязательно посмотрите. Скорее всего, там будет или такая плотная непонятная мочалка, или, конечно, будет полностью земляной ком, а весь окутан, оплетен такой плотной сеткой устаревших корней. Такие корни нужно даже повредить. А донышко рекомендуется иногда даже срезать, если вот там очень плотные старые корни. Потому что не произойдет образование молодых корешочков. Нужно будет обязательно повредить. Если вы не будете менять контейнер на больше, ну что произойдет? Особо ничего не произойдет. Растение просто у вас перестанет увеличиваться в объеме. Опять же, ответ на тот вопрос, какие горшки любит крупнолистная гортензия, большие или маленькие. Много-много раз я уже отвечал на этот вопрос таким образом. Маленькие растения любят маленькие горшки. Средние растения средние, а большие? Большие это очень неправильно. Когда маленькое растение высадите или продавец высаживает маленькое растение в большой горшок. Мы не раз, заказывая крупнолистную гортензию, получали маленький корешочек, посаженный в 2-3 литра земли. По факту мы платим за 3 литра земли. Конечно, это неправильно. И в этом случае маленькое растение растет у вас в большом объеме земли. И, естественно, будет и замокание, будет и загнивание. То есть, маленькому растению совершенно это не нужно. То есть, мы увеличиваем объем горшка. Ну, вот в этом, этого растения я посажу вот в такой горшок. Вот так. Вот настолько будет увеличено. Здесь большая корневая система, поэтому, наверное, сколько здесь? Наверное, сантиметров 5 по кругу будет увеличен объем. Август месяц, примерно 10 число, а может быть и начало месяца. Очень хорошее время для замены контейнера. То есть, не пересадки как таковой. То есть, когда мы корни все перетрушиваем, а когда мы делаем перевалочку. То есть, вот такой берем земляной ком аккуратно. Максимум, что немножко повреждаем корешочки и перемещаем в новый контейнер. Почему именно в августе? Потому что до августа месяца гортензия крупнолистная в горшке растет и цветет. Во время цветения, конечно же, мы не будем делать подобные манипуляции. Но если у вас растение маленькое, если оно у вас еще не цветущее, будьте внимательны. Следите всегда за корешками. Если маленький горшочек, он быстро оплетается корневищем. И это знак, что нужно сделать перевалочку. Делайте сразу перевалку. Это можно делать и в июне, и в июле. Я в один год однажды, у меня были молодые купленные растения. Я сделал до зимы четыре перевалки. Четыре. То есть замена четырех горшков. Четыре горшка были, каждый раз заплетались корешками. Я, по-моему, дошел до трех литров. Вот представьте себе, если вовремя это делать, это вы меняете горшок, соответственно, растению поступает сигнал, поступает свободный грунт. Все, можно дальше расти. Растение продолжает расти. Что очень важно, не перестаю об этом, просто настаиваю на этом. Дренажные отверстия. Друзья, вот это называется дренажные отверстия. Посмотрите, вот такими они должны быть. Не дырочки, которые вы проковыряли гвоздиком, а вот такие дренажные отверстия. Выращивая гортензию, да и любое другое растение в горшке, в контейнере, вы для себя должны определить лимит. То есть, какой объем вы готовы горшков содержать, так как их нужно заносить, выносить. Например, вы останавливаетесь на пяти литрах. Вполне нормальный, посильный размер. Можно на трех. И, соответственно, в больший объем вы просто потом уже не переваливаете, не пересаживаете. А что же делать? Если корни оплели уже и пятилитровый горшок, а вот тогда нужно растение просто взять и поделить. Этим мы будем заниматься в сентябре и в октябре месяце, так как наши растения заполнили 30-литровые горшки. Больший объем для нас уже не подъемен. Более чем 30 литров мы не будем выращивать. Соответственно, это растение мы будем делить на несколько частей, разделять. Если есть, что разделять. Например, вот в этом растении совершенно нечего разделить. Здесь вот корневая шейка, такая точка роста. Из нее растет одно растение. Здесь пока еще делить нечего. Но в 30-литровых горшках получится много-много новых гортензий. Можно, это мы тоже будем делать, земляной ком, когда он дошел до лимита, вы не собираетесь больше увеличивать горшок. Вы его просто обрезаете. Обрезаете донышко, обрезаете по краям. Не нужно этого бояться. Прекрасно. Если это сделано осенью, примерно в октябре месяце, в сентябре даже еще рано. Растения этого не боятся. Они спокойно это переживают. Каким образом мы пересаживаем? На дно я не укладываю никакого дренажа. У меня очень легкий субстрат. Большие дренажные отверстия. Дренаж не нужен. Это только помеха. Он будет вас путать и растения сбивать с толку. Поэтому вот такой легкий грунт. Вы можете заставить его из чего угодно. Вы можете взять торф. Можете взять сосновый опад. Буквально прямо с шишками. Устанавливаем растения. И обсыпаем. Обратите внимание, какое расстояние, какой запас. Больше не нужно. Это при том, что такая мощная корневая система образовалась. Так вот, можно использовать сосновый опад. Смешать его с торфом. Добавить обязательно чего-нибудь плодородного. То есть грунт, задача наша, чтобы он был легкий, облегченный. У крупнолистной гортензии, как и у метельчатой гортензии, очень чувствительная корневая система. Поэтому, если у вас будут маленькие дренажные отверстия, у вас будет стопроцентная задержка влаги. Все наши растения посажены вот таким образом. Мы, конечно, еще и дублируем растения. То есть, например, растения одного и того же сорта у нас посажены, высажены и в открытый грунт, и в горшках. Для того, чтобы понять для себя, разобраться, как эти новые сорта, вообще зимуют они или не зимуют. Как они растут в открытом грунте. Потому что в горшках все замечательно. Горшок мы потом опускаем в погреб. И поднимаем только в марте. Вот так вот осуществляется перевалочка. Все. Немножко поправим, чтобы оно было ровненько. Это растение гортензиобед парадайз. Очень новый сорт, красивый. И, конечно, как и многие другие растения, продавалась она как новинка. Небольшого, ну как сказать, она выглядела, и знаете, многие растения выглядят как карликовые, маленькими. Но, смотрите, при хорошей кормюшке, при хороших условиях растет оно. Ну, посмотрим, до каких пределов оно еще вырастет. У нас сейчас идут массовые пересадки. Так как все растения уже отцвели, мы их подстригли. По поводу стрижки будет следующий ролик. Я покажу несколько вариантов, как нужно подстригать. Вы знаете, растения разрастаются, их количество увеличивается. Появилось много растений в открытом грунте. Соответственно, есть о чем сказать. Вы знаете, каждый год информация, объем информации увеличивается. Потому как мы все стараемся анализировать. Что касается частичной замены грунта в горшке у гортензии. То есть, был такой вопрос. Может быть, поменять всего лишь сверху часть грунта, подсыпать нового и все. Вы это не сможете сделать, потому что корневая система настолько разрастается, она просто вот и внизу ее много, и на поверхности. Поэтому вы ничего там не поменяете. Проще взять из горшка растения. Если вам больший объем не нужен, это растение поделить, буквально его разодрать на несколько частей. Или обрезать, обрезать по краям и донышко корневой системы. То есть, уменьшить корневую систему. Ничего не будет. Растение, не переживайте, растение нормально. Это все переживет. И, соответственно, корневая система уменьшается. Вы досыпаете новенький плодородный питательный субстрат. И дальше в этом объеме продолжаете выращивать. Вот так. Таким образом можно выйти из ситуации. Друзья, сейчас август месяц. По поводу подкормок. Продолжаем удобрять гортензии удобрением 20-20-20. Мы сейчас кормим все свои растения в такой формуле. 20 азот, 20 фосфор, 20 калий. Потому как и азот нужен для того, чтобы после стрижки подрастить новые побеги. И фосфор нужен для корней. И калий нужен для цветочных почек на следующий год. Пока все. Друзья, всем здоровья, удачи. Пусть ваши сады цветут. Оставайтесь на нашем канале. Становитесь друзьями нашего сада. И до новых скорых встреч. Пусть ваши сады цветут. Пусть ваши сады цветут. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»